Эвиной. Не для детей. М-м. Существует множество различных выдающихся актрис фильмов для взрослых. Но сегодня расскажем о супертяжеловесе мира порно. Встречайте, Джесси Джейн. Урожденная Синди Тейлор появилась на свет 16 июля 1980 года в Форт Уэрт, Техас. Джесси Джейн – дочь полка. Ее детство проходило на военных базах Среднего Запада США. Происхождение псевдонима, как и информация о родителях, неизвестно. Совмещая любовь к спорту и танцам, Джесси стала капитаном в школьной команде чирлидеров в городе Роуз-Хилл, штат Канзас. Школу она окончила уже в городе Мур, штата Оклахома. И после ушла в модельный бизнес. Джесси стала финалисткой в региональном конкурсе моделей и снималась в телевизионной рекламе сети ресторанов Хуторс. Вела прогноз погоды на местном канале. Также Джесси попала на обложку диско-рок группы и снялась в клипе на песню «Step Up». Джейн некоторое время встречалась с солистом этой группы Джейсоном Джонсон. Еще до начала карьеры в порно-бизнесе в 2000 году Синди родила сына. В 2003 году Джесси Джейн участвовала в конкурсе красоты «Гавайские тропики». Вдобавок Джесси удалось заполучить роль в фильме «Спасатели Малибу. Гавайская свадьба». Как же Синди Тейлор стала одной из самых известных и популярных порно-актрис всего мира? В августе 2002 года Джесси Джейн получила звание «Мисс Фотогеничность» во время рекламных съемок. В это время Джейн прочитала статью о Терри Патрик, которая работала в компании Digital Playground, снимающей фильмы для взрослых. Успешная карьера бикини-модели привела Джесси к подписанию контракта со студией. Своей блестящей карьерой Джесси Джейн обязана прежде всего студии ДП. Владельцы студии сделали ставку на таланты молодой модели и не прогадали. Все вложения окупились и теперь приносят бешеные прибыли. Ее первой ролью была сцена с Деван в фильме «No Limits». Через несколько дней после подписания контракта Джесси появилась в сериале «Семейное дело» канала Showtime Network, где она снялась в эпизоде для церемонии награждения AVN. Уже в 2006 году Джесси Джейн стала ведущей церемонией вручения самой почетной премии в мире порно – AVN Awards. Нужно отметить, что ведущими этой церемонии становятся только лучшие из лучших. Фильмы, снятые при участии Джейн, такие как «Beat the Devil» и «Loaded», принесли ей номинации на несколько наград. Она снялась в главной роли в одной из самых грандиозных порно-фильмов – «Пираты». Еще два порно-хита с участием Джесси Джейн – «Сиделки» и «Черлидеры». Эти картины моментально завоевали вершины порно-чартов и до сих пор входят в десятку по продажам порно-фильмов в Америке. В 2004 году Джесси Джейн снялась в порно-фильме «Остров лихорадки 3». Этот порно-фильм стал крайне успешным и был одним из первых перевыпущен в HD-DVD. Джейн ведет интернет-ток-шоу для взрослых в прямом эфире вместе с коллегами по Digital Playground Деван и Тиган Пресли, включающие в себя обсуждения сплетен, беседы со звездами порно-индустрии и интерактивом для аудитории. В 2006 году Джесси Джейн вместе с Кирстен Прайс стала ведущей мега-популярного телешоу «Ночные звонки» на канале Playboy TV. Также Джесси Джейн – ведущая телешоу на этом же канале. В свое время это телешоу вели очень многие популярные порно-звезды Америки. В январе 2007 года в газете New York Times было опубликовано, что Джесси намеревалась сделать операцию по увеличению груди, потому что боится, что в HD-DVD-порно-фильмах будут видны дефекты ее груди. На своем официальном сайте она подтвердила, что 12 февраля у нее была операция. Чуть позже Джесси подтвердила, что собирается второй раз положить под нож свои базуки, но по другой причине. В 2007 году Джесси стала секс-обозревателем в австралийском мужском журнале Ralph, отвечая на письма читателей о сексе и знакомствах. В 2009 году в документальном фильме телеканала CNBC под названием «Порнография. Бизнес-удовольствие» Джесси была в центре внимания последние 10 минут фильма, подробным образом рассказав о своей карьере и жизни вне порноиндустрии. В настоящее время Джесси Джейн входит в пятерку популярнейших суперзвезд порно, наряду с Дженой Джеймсом, Терра Патрик, Деван и другими труженицами. Ее лучшая подруга – порно-актриса Райли Стилл, такая же типичная американская блондинка. Вместе они смотрятся просто убойно. Фильмы, снятые при участии Джейн, оказались достаточно популярными, чтобы выпустить ее собственную линию сексуальных игрушек и основать компанию по производству текилы «Диосо Текила». Несмотря на съемки в порно-фильмах, Джесси Джейн также и не забывает участвовать в других проектах, не относящихся к порно-бизнесу. Например, она снялась в нескольких сериях комедийного сериала «Антураж» на канале HBO. Джесси Джейн, как настоящая блондинка, обожает настоящих мужчин. Настоящий мужчина, по ее мнению, это участник рок-группы. В разное время Джесси встречалась с Кидроком, Томми Ли и, как уже было сказано, Джейсоном Джонсом. Только в 2007 году стало известно, что оказывается Джесси Джейн – замужняя девушка. Она вышла замуж за Рика Патрика в 2005 году. Он тоже снимается в порно-фильмах. Муж и жена старательно скрывали сей факт, чтобы толпы фанатов не разочаровались и не утратили полких фантазий о том, что такая сексуальная бомба, как Джесси Джейн, может оказаться в их потных лапах. Тем не менее, в октябре 2012 Джейн удивила всех, заявив, что она помолвлена с Майклом Джованни, ее персональным фитнес-тренером. Естественно, звезда ведет свой твиттер и инстаграм. Одновременно со съемками в порно-фильмах Джесси Джейн развивает свою основную карьеру. То есть, участвует в тусовке, не относящейся к порно-бизнесу. Она – частая гостья популярном в Америке шоу Говарда Стерна. Пробует себя в качестве ведущей на многих популярных телеканалах музыкального и эротического содержания. Например, Playboy TV, Match Music, CTV. Мало из тех, кто смотрит порно, не знает эту озорную маленькую блондинку. Но есть одно «но». За 13 лет работы в порно-бизнесе в ее списке был один пробел. У Джесси Джейн не было ни одной сцены с анальным сексом. Этого момента ждали многие. И, наконец-то, он настал. Впервые она снялась в анальной сцене и не с кем-то, а с самим Миком Блю. Эту сцену стоит оценить всем без исключения. AVN-выставка стартовала на ура в буквальном смысле. Бонни Роттен и Джесси Джейн посетили местный тир с камерой CNBC на хвосте. В городе грехов проходила конвенция оружейной промышленности. Две красотки постреляли из всевозможного оружия по мишеням, чтобы выпустить пар перед началом AVN. И поговорили о сходстве между развлечениями для взрослых и индустрией огнестрельного оружия. Джейн, в частности, имеет опыт применения огнестрельного оружия во время ее карьеры в кино. Она много раз играла плохих девочек, которые не побоятся и пушкой пригрозить. «Они идут вместе», – сказала Джейн, ссылаясь на порно и оружие. Я снялась во множестве фильмов, где мне предстояло стрелять из множества пушек и быть жесткой цыпочкой. Подписывайтесь на мой инстаграм, там я для вас собираю лучшие фото звезд и на мою группу в телеграм, где будут вестись интересные обсуждения. С вами была Эви, до новых встреч, бай-бай!